Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Я, пожалуй, продолжу тематику высоких нагрузок, несколько в другом ее разрезе, и мы поговорим о том, как построить маленький, компактный, но надежный кластер для решения абсолютно любых задач. Прежде чем начать рассказывать о микрокластере, давайте, в принципе, определимся, что же мы понимаем под терминологией кластер. Большинство людей, скорее всего, в ответ на вопрос, что такое кластер, ответят, что это что-то очень мощное, быстро считает, и главное, не падает. А если что-то из узлов кластера и падает, то это никак не сказывается на работу остальных узлов. Собственно, эту задачу мы, пожалуй, и будем для начала решать. Да, действительно, эта штука работает плохо. Строить мы будем некую ферму, которая позволит нам размещать на ней виртуальные машины. Основным критерием к этой ферме будет являться отказоустойчивость. И для решения этой задачи нам нужно решить несколько основных моментов. Первое – это получение отказоустойчивой дисковой системы в компактном масштабе. Несомненно, можно подойти к вопросу вот так, купить несколько десятков, а то и сотен стоек, купить хорошие дорогие хитачевские, например, сториджи. Все это дело за огромные деньги настроить, собрать вместе, получить дичайшую вычислительную мощность и начать этим пользоваться. Так идут, я думаю, единицы из этого зала, потому что это стоит очень дорого и вряд ли оправдано для не очень больших проектов. Можно подойти вот так. То есть взять много-много разношерстных серверов, собрать это все каким-то образом в кучку и заставить работать. Мы на нашей практике постоянно сталкиваемся с тем, что очень многие делают именно так. Практически любой проект, который к нам приходит на поддержку, выглядит именно так. У нас есть десяток серверов, половина из них работает под Debian, еще 2-3 штуки под FreeBSD, еще зачем-то вот тут вот есть у нас CentOS, непонятно кто и зачем его поставил, и главное, какие задачи он решает. И как следствие, выход любого узла из строя обычно приводит к очень серьезным проблемам на работе некоего проекта, который мы пытаемся обеспечить надежным решением. Это, собственно, то, от чего мы уходим. А получить мы хотим некую понятную простую конструкцию, которая позволит с одной стороны стабильно и эффективно обеспечивать работу наших виртуальных машин, с другой стороны будет достаточно дешевый и понятно, как масштабируемый, и с третьей стороны будет унифицированный, то есть не будет зоопарка, о котором было сказано чуть-чуть ранее. Строя кластер, мы хотим обеспечить его надежной работой. Следующая пара слайдов посвящена тому, как это сделать. Большинство современных серверов имеют либо два, либо четыре сетевых интерфейса. Четыре, естественно, предпочтительнее. Два сетевых интерфейса мы объединяем в бонд и отправляем их для связи с внешним миром. Еще два сетевых интерфейса мы отправляем в бонд и направляем их для связи между двумя хостами. Я чуть-чуть вернусь к тому, что мы строим. Мы берем пару железных серверов в предельно идентичной конфигурации, линкуем их между собой и на этой паре собираем козоустойчивое решение. А подобные пары серверов можно практически в любом количестве объединять. При этом должны выполняться требования, которые я скажу чуть-чуть позже. И так как мы хотим нашу ферму строить под виртуальные машины, то мы смотрим на следующий слайд, видим, что у нас после бондов появились бридж-интерфейсы, которые, собственно, позволят нам обеспечить обмен данными между виртуальными машинами, которые будут крутиться на этих хостах. Дойдя до этого момента, мы построили физический уровень. У нас есть сетевая связность между нашими железными машинами, и мы движемся дальше. Дальше у нас стоит задача выбора в операционной системе. Почему мы используем ту операционную систему, которую вы сейчас видите на слайде? Мы очень долгое время у себя в компании искали надежную кластерную файловую систему, которая бы позволяла, с одной стороны, имела, с одной стороны, легкую настройку, а с другой стороны, обеспечивала нужный уровень доступности. Таких серьезных файловых систем, по сути, было два. Две – это решение от компании Red Hat под названием Global File System версии 2 GFS2, и, собственно, решение от компании Oracle, Oracle Cluster File System, тоже версия 2. В ходе многократных тестов мы пришли к выводу, что, во-первых, OCFS2 быстрее, причем как на больших файлах, так и на маленьких файлах, что, в принципе, не свойственно кластерным файловым системам. Во-вторых, ее гораздо проще надестраивать, и, в-третьих, она гораздо надежнее. Как и любой клон серверной операционной системы, Oracle, Linux имеет продолжительный период поддержки, несколько превышающий рекомендованное к эксплуатации время работы серверов. Соответственно, обновление парка серверов тянет за собой обновление версии, и, в общем-то, мы ни на что не накладываем эту проблему. Построив, выбрав операционную систему, можем двигаться дальше. Бьем диск. Понятно, что у нас везде дисковые массивы типа RAID, хотя бы уровня 5, в самом худшем случае желательно 10. Важный момент, что это локальные дисковые массивы. Почему? Потому что, во-первых, внешнее дисковое устройство, если оно недорогое, имеет низкую скорость, а если оно имеет высокую скорость и высокую надежность, то это будет гораздо более дорогое решение, и его обслуживание будет требовать за собой обычно сертифицированных инженеров и кучу дополнительных затрат. Поэтому мы возвращаемся назад. Файловая система у нас локальная, у нас есть некий дисковый массив, мы с ним работаем, разбивка классическая, выделяем загрузчик, все остальное отдаем под LVM, куда собираем корневую файловую систему и основное место оставляем свободным. Почему корень на LVM? Ну, все просто, всякое в жизни случается. Выйдет новая версия, не знаю, захочется кому-то что-то поставить, а нам на хостовой машине не хватит места. Поэтому LVM. Но обычно написанные здесь цифры 10 гигабайт под корневую файловую систему бывает достаточно. А дальше мы переходим к слайдам, связанным с конфигурированием сетевых интерфейсов. Если кому-то будет интересно, мы к нему вернемся более подробно и рассмотрим детали. Скорее всего, многие знают, что тут написано. Я смотрю, многие фотографируют, чтобы потом можно было посмотреть. Важным моментом является то, что у нас пара интерфейсов, которые соединяют сервера между собой. Явным образом задано MTU 9000, что включает Jumbo Frames и позволяет нам гораздо большими пакетами производить обмен внутри нашей фермы, между двумя серверами. Ну и следующий слайд, в принципе, то же самое, но с режимом бридж поверх бонда. Опцию STP внутри мы обычно выключаем просто потому, что виртуальный свитч внутри двух машин неоправдан. Снаружи зависит от масштаба, либо мы ее используем, либо мы ее не используем. Ну а дальше не забываем, что у нас есть необходимость взаимодействия между имеющимися машинами. Открываем внутренний интерфейс прозрачно, либо делаем какие-то более хитрые правила, зависит от конкретного решения. И начинаем двигаться дальше. У нас появилось две железные машины, на них установлена операционка. Между ними есть сетевая связность. На достаточно высоком уровне отказоустойчивости, потому что от бабы Кати со шваброй никто не застрахован, она может случайно провод зацепить. Вот, видимо, тут у людей были случаи. Ну и аналогичные каналы у нас задублированы и выходят в интернет. У нас есть операционная система, которая поддерживает ICFS, и мы можем двигаться дальше, собирать блочное устройство. В чем основное требование ICFS? ICFS требует, чтобы дисковое устройство, с которыми мы работаем, были соединены физически, являлись одним и тем же виртуальным блочным устройством. Обычно для этого используется некое внешнее iSCSI устройство, которое раздается всем хостам одновременно, и они, обмениваясь между собой информацией о том, кто что поменял, обеспечивается централизованное обновление данных. Мы же в нашем случае имеем два независимых диска, на которых мы создаем раздел, и в этот раздел у нас будут писаться данные. Чтобы это все собрать воедино, нам нужно их объединить. Опять же, решений было довольно много, обсуждалось в свое время много вариантов, но, тем не менее, мы в ходе экспериментов пришли к выводу, что старый проверенный DRBD, которому уже, по-моему, не один десяток лет, оказывается на сегодняшнем железе очень эффективным для этой задачи. Мы собираем наши... Мы собираем две наши машины таким образом, что имеется у нас некий виртуальный ресурс, в данном случае его зовут Shad, создающий из физических волиум-блокочных устройств через LVM, и эти замечательные две машины, по сути, имеют единый диск. То есть запись любой машины на этот диск придет к тому, что на второй машине данные тоже обновятся. Написав указанный выше конфиг, мы замечательным образом запускаем синхронизацию DRBD. И последовательность, приведенная здесь, здесь приведена исключительно для того, чтобы те, кто с DRBD не сталкивались, смогли это сделать. Я не знаю, вряд ли все здесь работали с данным инструментом, но тем не менее, вот эта последовательность придет к тому, что через некоторое время, в зависимости от объема хранилища, оба компьютера наших, оба сервера, будут обладать идентичным блочным устройством, и оно будет синхронно. Едем дальше. Дальше мы хотим настроить OCFS. Опять же, вряд ли много кто это делал, поэтому идем по шагам. Устанавливаем необходимые пакеты, это всего-навсего OCFS tools, и настраиваем конфигурационный файл. Конфигурационный файл простой, как грабли, как принято обычно говорить, в котором описываются в нашем случае только две ноды, потому что больше физически у нас отсутствуют машины, соединенные между собой, у нас всего две. Общее дисковое устройство исключительно между ними, поэтому они описываются, указываются имена полные, указывается внутренняя IP-адреса. И запускаем конфигурацию. Конфигурацию единственное, что мы в ней делаем, мы указываем, что сервис надо запускать автоматически, все остальное достаточно в общем случае оставлять по умолчанию. Запускаем, монтируем, взлетело. У нас есть некое блочное устройство, смонтированное на обе машины. Проверяем, что все работает. Создаем на любой из машин в точке монтирования некую папочку, видим ее на второй машине, пробуем туда-сюда, убеждаемся, что все у нас красиво. Если посмотреть на этот слайд, то видно, что в некоторых местах здесь варианты взяты в скобочки. Например, при создании файловой системы можно использовать два разных варианта типа файловой системы под нашу задачу. Это либо DataFiles, либо VMStore. Честно скажу, пытались найти продуктивные различия, между этими двумя вариантами не нашли. И то, и другое дает одинаковые показатели производительности. Есть еще третий вариант, если я не ошибаюсь, MailFiles, который действительно при больших файлах оказывается медленнее. Но в принципе он и предназначен для другой задачи, когда SharedFileSystem предназначен для почтовых серверов, либо как единая точка монтирования для нескольких веб-машин. Дальше все интересно. Перезагружаемся и убеждаемся, что ничего у нас после перезагрузки не заработало. Связано это прежде всего с тем, что ядро Linux абсолютно уверено, что файловая система ACFS должна быть запущена до того, как будет запущен драйвер DRBD. И при попытке запуска мы убеждаемся, что точка монтирования у нас еще отсутствует. Соответственно, шаг монтирования файловой системы пропускается. Запускается DRBD, создает блочное устройство, но сервис уже решил, что файловой системы нет. Правильно. Порядок запуска. Перезапускаемся. Убеждаемся, что все заработало. Вспоминаем, что машины две, и аналогичные правки надо внести на второй. Одну секунду. Дошли мы к тому, что у нас есть два физических сервера, каждый из которых великолепно справляется со своей задачей. У них между ними есть файловая система, единая, централизованная. И на этом замечательном микрокластере можно начинать создавать виртуальные машины. Наконец-то мы дошли до того, что мы делали. Создаем в нашей точке монтирования некую структуру, как мы будем это дело размещать. Я привожу тут то, как делаем мы, у каждого свои варианты. Просто дальнейшая часть доклада будет основана на этой структуре файловой системы. Соответственно, у нас есть внутри единые точки монтирования папочки data, где будут лежать образы виртуальных машин, и папочка XML, где будут лежать их конфиги. Достаточно важным моментом является не забывать после изменения конфигурации виртуальной машины сохранять изменившийся конфиг в единое хранилище. Дальше станет понятно, почему. Мы создали нашу виртуальную машину, установили, запустили, сохранили конфигурацию. Все у нас прекрасно работает. Виртуальная машина видит сеть. Ее диск физически присутствует в некой общей точке монтирования, доступной с обоих машин. И случилось страшное. Наши любимые изучатели операционной системы выяснили, что в бэше появилась очередная страшная дырка, его срочно необходимо обновить. Ну а, допустим, тянет за собой это еще и ядро. Обновить ядро без перезагрузки даже в Linux, к сожалению, нельзя. Перезагружать машину, на которой работают другие виртуальные машины, да еще и вполне возможно критичные, тоже нежелательно. Поэтому нам нужно сначала с одной, потом со второй машины из нашей пары временно снять нагрузку. Делается это путем живой миграции. Тонкости расскажу чуть позже. Но вот команда по живой миграции здесь проведена, она великолепно работает. Второй неприятный случай. процессор сдох в одном из серверов. Если сдохла память, еще фиг бы с ним, вот когда сдыхает процессор, обычно система перестает быть доступна через доли секунды. И завести ее вряд ли можно достаточно быстро. В зависимости от того, насколько умная материнская плата и насколько она поймет, что его надо просто выкинуть из обработки. А машина нам очень нужна виртуальная. Она делала очень много нужных дел. Соответственно, спокойно, на втором хосте, без всяких нервов определяем на основе имеющегося конфига эту виртуальную машину и просто ее запускаем. В течение одной минуты машина снова жива, она снова работает. Единственное, о чем надо помнить, это о том, что ресурсов-то должно хватить. Главным ресурсом в данном случае является память. Руками здорово, красиво работает, но как-то не хочется руками. Поэтому есть некоторое количество инструментов, которые умеют это делать автоматически. Есть связка CarSync Paysmaker, которую мы чуть-чуть позже обсудим, предназначенная для автоматизации, отработки ситуаций, слежения за службами между несколькими узлами. Настраивая эту связку, так как речь идет об аппаратных серверах, не забываем о том, что у нас есть вероятность, когда каждый сервер будет считать, что второй недоступен. И нужна гарантия того, что в случае, если один из серверов оказался недоступен, он действительно будет недоступен. Для этого в этом инструменте есть так называемые stoneless devices, shut the other node in the head, которые призваны быть уверенным в том, что вторая машина будет выключена. Обычно они работают на инструментах от вендора. Это управление через IPMI, управление через ILO для HP, управление через DRU для Dell и так далее. У IBM тоже свой интерфейс. Это может гарантировать, что машина будет выключена. В свое время умельцы ухитрялись даже собирать физические рубильники, которые через релюшку выключались. Когда таких интерфейсов не было. Дальше мы это все ставим на мониторинг. Потому что любая система неизбежно имеет ошибки, проблемы тоже чуть-чуть позже скажу какие. Ну и периодически все равно проверяем руками, потому что вдруг у нас мониторинг сломался, а мы чего-то не увидели, или мы что-то забыли про мониторить. Что нам это дает? Все, что мы сделали выше. Оперативный запуск машин в случае, если они вдруг неожиданно сломались. Но не всегда этого достаточно. Поэтому есть возможность в большинстве случаев иметь машину-дублер. У нее меньше ресурсов, она в общем-то толком ничего и не может, но эти ресурсы в последний момент можно накинуть. Так можно поддерживать, ну допустим, memcached. Потому что он сам по себе ничего не ест, висит себе в свопе у соседней машины, если что памяти накинем. Но так, допустим, нельзя поддерживать mySQL. Просто потому, что он должен быть запущен, чтобы работала реплика. Ну и с Postgres будут некоторые сложности. Поэтому для сервисов, которые не поддерживают возможности пассивного дублера, есть возможность активного дублера. На который просто не приходит нагрузка, но он включен и работает. Любой пассивный либо активный дублер требует от нас возможности доступа со стороны приложения к предоставляемым сервисам. На сегодняшний день абсолютно все приложения, насколько я знаю, общаются друг с другом по неким сетевым Ethernet протоколам в процентах 99% это IP. Отказоустойчивость Я вижу, коллеги не согласны, потом обсудим. Отказоустойчивость IP можно обеспечить большим количеством различных вариантов от аппаратных решений от Cisco до программных решений разного уровня. Чуть-чуть про ним пройдемся по сводной табличке. Аппаратные решения от Cisco замечательно работает, обеспечивает нам гарантированный доступ к некоему сервису нашему, но понятия не имеет о том, работает сам сервис или нет. То есть из того, что IP-адрес придет на другую машину, совершенно не следует, что там будет запущен тот же самый MMCash. Полный аналог по своей функциональности по сути представляет протокол CARP, который поддерживается пользовательским U-CARP. Он тоже работает, тоже обеспечивает гарантированно переброс IP-адреса между хостами, но тоже ничего не знает о запуске сервиса. Тут немножко попроще, все-таки программное решение, можно в старт-скрипты что-то дописать и обеспечить более-менее высокую вероятность того, что сервис будет запущен в случае переброса IP-адреса. Такой достаточно забытый, на мой взгляд, инструмент HitBit, забыт он просто потому, что он устарел идеологически, но тем не менее он все еще существует, позволяет обеспечить связку между перебросом IP-адреса сервиса и запуском различных служб, сервисов и так далее. Сложность его прежде всего заключается в том, что у него совершенно нечитаемый конфиг. То есть я в свое время убил несколько дней на то, чтобы разобраться, как написать этот замечательный конфиг, чтобы все заработало именно так, как мне хотелось. При этом после того, как в какой-то момент что-то отказало, еще через пару месяцев выяснилось, что конфиг-то все-таки не идеален, его пришлось писать дальше. И пришедший, по сути, ему на смену инструмент связка Paysmaker-Карасинг. она уже работает на основании обмена XML-файликами между собой. Она имеет человеческий инструмент управления CRM и до определенного момента тоже работает хорошо. Почему до определенного момента? Ну, в моей практике мне пришлось как-то развернуть данный кластер на 16 вычисленных узлов. Так вот, когда на одном из вычисленных узлов нагрузка сильно скакнула в потолок, она была в районе 50 или 70 по average, то Карасинку просто не хватило ресурсов на то, чтобы обменяться информацией с соседними узлами. Соседние узлы решили, что он умер и по кластеру пошел полный кошмар, потому что он то появлялся, то исчезал. Это было очень неприятно. В общем, его в итоге пришлось выключить, объяснить всем, что его действительно нету, дождаться, чтобы нагрузка упала и вернуться его обратно. Вот. Теперь, разобравшись, как нам обеспечить сказоустойчивость сервиса, какие есть инструменты и какие у них есть подводные камни, вернемся к нашей замечательной схеме из двух физических хостов. Предложенное решение обладает следующими ограничениями, достаточно важными и про которые нельзя забывать. Мы запустили виртуальные машины, но за пределы своей пары хостов без тяжелых преобразований мы эти виртуальные машины перебросить не сможем. Это просто физически будет затруднено, потому что облочное единое устройство у них между этими двумя хостами. Операции ввода-вывода в виртуальное облочное устройство, которое отдано самой виртуальной машине, существенно медленнее, чем через ОВМ и немножко медленнее, чем если бы у вас внутри была реальная файловая система типа X3, X4. Еще, пожалуй, на мой взгляд, самый важный момент. Понятно, что на нашей пуле из виртуальных машин всегда присутствует их много. Мы их для того и делаем, чтобы максимально задействовать ресурсы. Наш коллега до меня рассказывал о возможностях эффективного использования. Один из вариантов повышения эффективности использования это как раз развертывание виртуализации полноценной. потому что это отдельный доклад, давайте мы не будем в него глубоко погружаться. Так вот, если у нас среди узлов оказывается критичных узлов обеспечивающих работу нашего сервиса в целом больше, чем оперативной памяти на каждом из узлов, то это означает, что мы не сможем их все запустить в случае, если у нас вдруг неожиданно совершенно выйдет из строя сервер. Поэтому об этом надо помнить, когда мы их размещаем и следить за тем, чтобы этого не происходило. Вот. А теперь самое неприятное. Типовые проблемы. Мы эксплуатируем данный подход уже больше двух лет суммарно на достаточно большом количестве проектов и за все время была только одна серьезная, а был только один серьезный тип проблем, когда в случае отказа как раз связи между двумя хостовыми машинами, который произошел до того, как машина выключилась, а это было в случае, когда из-за какого-то непонятного скачка по питанию, который дошел до шины, ядро Linux решило, что почему-то у нас больше нет сетевой карты на одной из машин. Всякое бывает в этой жизни. Скачок по PCI-шине в месседжер заскочило, что все, у нас все кончилось, и машина еще в течение трех минут работала, пока мы это дело заметили по мониторингам и успели принять меры. После запуска машина каждая из двух машин утверждала, что ее копия ДРБД самая правильная. И единственный вариант, как можно было вернуться к жизни, это сказать, что нет, вот та, которая умерла, ее копия ДРБД неправильная. Мы имели неосторожность опять же сделать это днем. Убедились, что второй машине стало тяжеловато, остановили нафиг, запустили ночь. Ночь в синхронизации прошла успешно, все вернули к жизни, все заработало. Вот. На этом я, в принципе, даже вовремя заканчиваю и я думаю, что будут вопросы, готов их выслушать. Коллеги, ну точно есть вопросы? Я хочу рассказать, что связка пейсмейкер-карасинг довольно интересное решение. Ту ситуацию, которую вы описали с выходом из строя одного сервера по высокому ЭЛА, что он не отвечал и так далее. Значит, здесь есть решение. Решение заключается в написании агентов для пейсмейкера, которые могут следить за всякими подобными штуками. и как только с нодой что-то происходит, они сами могут проверять, допустим, доступность определенных сервисов, которые вам интересны, и выводить ноду при необходимости или не выводить. Ну, то есть сообщать реальный какой-то статус карасинка и пейсмейкера на уровне вашей, например, бизнес-логики или там чего угодно. И таким образом кластер будет работать гораздо эффективнее и более приближен к жизни будет, что ли. Ну, да, мы агенты писали, было такое. В принципе, решение ясно, но это, то есть, понятно, что никто не мешает отслеживать тот же самый лод-эвердж на уровне приложения агента-пейсмейкера на уровне статуса и говорить, что, не знаю, какому-нибудь Nginx на входе, что подожди, пока не кидай сюда запросы. Да, решение хорошее, но какая довольно интересная доработка. Спасибо. Да, я еще, кстати, могу сказать по поводу отказоустойчивости, что называется, бюджетной-бюджетной отказоустойчивости. Иногда, на самом деле, по моей субъективной оценке, связка пейсмейкера с карасинком в настройке все-таки сложна и требует, ну, как бы, она не сложна, когда ты все досконально знаешь, но ты никогда досконально все не знаешь в связке с пейсмейкером с карасинком. То есть, там довольно много очень тонких нюансов, не очень хорошо документированных, и поэтому, если, наверное, у вас есть возможность не использовать эту связку, лучше не использовать. Есть гораздо более простые в настройке решения, например, хапрокси, ну, то есть, если вы используете, например, TCP для работы, да, или там что-то, что работает поверх TCP, то можно смело использовать хапрокси. Здесь есть свои нюансы, но настройка гораздо проще, и вероятность отказов тоже гораздо меньше, ложных срабатываний гораздо меньше, но есть свои нюансы с более поверхностной логикой тестирования на работу ваших приложений. Ну, как-то вот так. я позволю добавить, и есть еще одна сложность, доступность самого хапрокси. Между, да, сервисами, поддерживающими хапрокси, конечно. Здравствуйте. Такой вопрос. Что делать, если у вас серверов больше двух, например, три, и DRBD в этом случае работать не будет? Не будет. Тогда вам надо четыре. а пять, если надо? Ну, вот нечетное число, как ваша схема будет работать, и как вы будете восстанавливать данные, если сервера все время нагружены, нет такого момента, когда они ничего не делают. Как вы будете восстанавливать даже при двух серверах сбой в DRBD? как я уже озвучил в конце, что надо понимать, что виртуальные машины будут критичные и не критичные в любом случае. То есть есть, ну, не знаю, там у вас десять веб-машин, да, вот, и две машины базы данных. Вот база данных очевидно довольно является критичным узлом, а веб-машина критичным не является. Если у вас их вдруг в какой-то момент вместо десяти станет пять, ну, это будет очень печально, несомненно, но в каком-то режиме вы продержитесь до момента, пока произойдет синхронизация. Ну, там очень активно идет, например, запись данных на этот диск, и если ты включаешь синхронизацию DRBD, то ложится все. Поэтому делаем это в ненагруженное время, вряд ли у вас... Нет такого времени, там все время что-то пишется. Тогда ваш случай, наверное, первый в предложенном вам нужен большой красивый кластер. Спасибо. Здравствуйте. Такой вопрос, я правильно понял, что ваше решение является Active Passive? Еще раз. Я правильно понимаю, что предложенное вами решение является Active Passive? То есть, одна машина не работает, а вторая машина работает? Нет, 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 неправильно. Обе машины работают, несомненно, DRBD работает в режиме Dual Primal. А как, например, делается синхронизация баз данных, предположим, MySQL при работе в кластере? Или в этом случае я не могу положить базу MySQL на сетевой диск? Но он не совсем сетевой. На шаринг диск. Мы делали это решение, но при этом мы старались, чтобы все-таки серверов MySQL было два, и это был MySQL Multimaster. С учетом имеющихся ограничений и знаний о их проблемах. А какое-то преимущество использования шаренной файл-системы, если можно использовать просто application level файл-овер? Еще раз. То есть какой смысл использовать сетевую файл-систему в вашем случае, если можно просто поставить две машины и сделать, например, шардинг или дублирование данных? Главный бонус тут как раз в том, что есть возможность перебросить нагрузку для проведения сервисного обслуживания на 100%, при этом не теряя самого сервиса. Понятно. Спасибо. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, различия между кластеризацией приложения, кластеризацией виртуальных машин и железа. То есть понятно, что внутри виртуальных машин у нас есть, условно говоря, Apache, который и внутри виртуальной машины он может допустим следить за доступностью этого Apache и запускать или поднимать Apache на втором хосте. Второй вариант запускать или поднимать виртуальную машину на втором хосте. И третий вариант уже, как вы говорили, это через IPMI стрелять в голову самой железной машине. Какие плюсы-минусы подваны камни каждого подхода? Так, еще раз я сейчас озвучу то, что вы сказали, пытаюсь свою интерпретацию. То есть у нас есть три уровня. У нас есть сервис, который мы можем опускать и поднимать. У нас есть виртуальная машина, которой мы можем мигрировать в случае необходимости. У нас есть железная машина, с которой мы тоже можем делать нечто аналогичное. правильно? Ну да, совершенно верно. Получается, мы можем работать с виртуальными машинами как с физическими, то есть там будут эти там коросинки внутри виртуальной машины и они будут думать, что они работают на железе и, допустим, можно стрелять в голову самой виртуальной машине с другой. Можно. Какие подходы используете именно вы и что вы предпочитаете в данном случае? Ну вот, как правильно заметил, видимо, мой коллега, мы действительно стараемся минимизировать использование коросинка уже внутри виртуальных машин, как раз по озвученной выше причине им довольно часто сносит голову и они начинают видеть себя неадекватно. Более того, даже на уровне хостовых машин это делается только там, где совсем-совсем быстро надо это сделать, потому что вероятность ошибки все-таки достаточно высокая. То есть кластеризованными сервисами являются сами виртуальные машины? Да, кластеризованными сервисами являются сами виртуальные машины, именно так. Спасибо. А какое типовое количество виртуалок у вас на железе? Зависит от железа и от того, что делает виртуалка. Просто там десятки, сотни? Десятки. Не думали локальный диск по бискам, допустим, на много томов и по DRBD их на разные хосты потом распределять? На самом деле... Если у вас машина умерла, чтобы там допустим сто виртуалок поделились на 10 разных хостов, ну чтобы они не все на одну переезжали, а допустим вот этот десятый диск на один ну и так далее. Ну если я понял... Допустим, забивать не весь диск, а выдавать например там не знаю по 50 гигабайт, если там места допустим больше половины использовано, можно потихоньку DRBD ресайзить. Ну то есть речь идет о том, чтобы прогнать этот трафик через свечи. Ну да, то есть на нормальном свече это соединяете и когда у вас машина умирает, то не вся нагрузка перекидывается на соседнюю. не 2, да, не 2х. Допустим, берете там 11 машин, одна умерла и ее вертолки распределяются по остальным 10. Тут я боюсь будет сложность как раз в работе самого DRBD с большим количеством подписчиков. Ну то есть у нас получается, что каждая хостовая машина будет там дружить еще с 10. Ну она поддерживает там допустим 10 соединений? Мысль интересная и не пробовали, честно могу сказать. Ну вот такой вариант. Да, спасибо, мысль интересная. Скажите, пожалуйста, вот вы в презентации говорили про стонет, а как можно сделать стонет на двухузловом кластере? Они же начнут друг в друга стрелять. В смысле? Ну, кворума же не будет, если две машины. Кворума не будет, да, естественно. Будет явный признак того, что за кворумом мы не следим. Реально, кто первый успеет, кто-то убьет, второй останется. А не будет такого, что они обе друг друга убьют? На моей практике не было. Одна успевает раньше, у них же там некий тайм-аут в районе 30 секунд стоит. И второй вопрос. Виртуалка на OCFS-сторедже. Как ее бэкапить можно? Снапшотов же нет? Снапшотов нету. Во-первых, можно тупо снимать дамп, во-вторых, на мой взгляд, снапшоты это не самый эффективный способ. Ну, лично мое мнение, правильнее снимать данные сервиса, а не образ всей машины. А про кластер LVM что-нибудь можете сказать? Могу сказать. Заставить его нормально работать нам не удалось даже на двух узлах. Я уж молчу про большее количество. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы используете KVM, а не OpenVZ? Я видел у вас там VIRT install, то есть это KVM? Да, в данном случае это KVM, но это может быть XN, это в общем не очень важно. Но это не OpenVZ. Большая изоляция, возможность иметь разные ядра внутри разных виртуальных машин, иногда это бывает критично. Но OpenVZ, LXC вы используете или есть какие-то причины, в котором вы в принципе это не делаете? Мы этого не делаем, но скорее это так сложилось исторически. Всем спасибо большое. Продолжение следует...